Евангелие от Марка, 1 глава, 37-39 стихи. И найдя Его, Иисуса, говорят Ему, все ищут Тебя. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедовать, ибо Я для того пришел. И Он проповедовал синагогах и по всей Голилеи, и изгонял бесов. Вопрос просто задай, скажи, а для чего Христос пришел? Вот как сам Христос, если я ответил, так не ответит. Знает о спасении, слышали? Ну, пришел спасти людей. А здесь, говорит, Я для того пришел, чтобы проповедовать. Почему? Потому что без проповедия никакого спасения-то нет. Он пришел для того, чтобы сеять. Как будто на первом месте, а мы, получается так, перед принятием, это благодать призывающая. А у нас ее нету. И он перебирает всю эту историю. Конечно, все сокрыто это. Лучше бы князь Владимир не принимал христианство. Вот такой мысли уже дохожу. Все равно бы Бог как-то дал, но прямо чисто Евангелие. Ведь мы взяли тысячелетнее наслоение, и они пришли монахи. А русские приняли это за ревенок. Именно вот так и надо. Стоять в храме, прийти, батюшка благословит, и пойти домой. Вот там все. И всю Русь томили, томили тысячи лет. Но внутри себя человек все-таки понимает не это. Вот почему исследователи баптизма говорят. Не было более благоприятной обстановки в почве ни в одном государстве за всю историю христианства для принятия евангельского учения, как в России. Люди искали Бога, а не знали где. И только первые пленные появляются, которые в Германии были, обратились. Чисто Евангелие стали говорить, вот штунда называется. Штунда по-немецки час. Они на час собирались. Вот мы собираемся, вот такая же штунда. И люди странно принимали. Тысячи лет. Не было этого. Для того я и пришел, чтобы проповедовать. И далее. И он проповедовал в синагогах, и по всей Галилее, и сгонял бесов. Проповедовал, но он и сгонял бесов. Хотя они написаны потом. Но без проповедника такие. А веришь? Я всегда его спрашиваю. А вера не может появиться, если не было слова. Как это можно было все это пропустить? От начала до конца. Все, как это на благодать и призывающее должно быть. А ее и не было. Совсем не было. Никак. Главное, это скорее построить храм. И русские оказались в эмиграции. Где бы ни появились. Вот маленький храмик скорее построить. Батюшка иконы скорее в свои самописы. Художники, изукрафы напишут. Все, нам так построить. Хотя они и воевали, но и крестьяне же были. Умели топор в руках держать, стамеску. Все. А дальше кто придет, кто верует. Вот так обратился этот Муниос. С иконой все. По миру ходил, пока не убили. Икона не потерялась. Вот так же обратился и Броус Серафим. Но тот исследовал. Все-таки давно проходил. Но видимо все в этом. Сразу монашество принял. Тем более человек, который по всему миру везде был. Ездил и... Ну как непонятно-то это. Даже говорить не о чем совершенно. Он говорит, все ищут тебя. Если ищут... А зачем они меня ищут? Если я все время, ты того пришел, чтобы проповедовать. И пришли послушать его, написано. Да у нас никто не идет в храм послушать. А что? Они привыкли, батюшка не проповедует. Как проповедует? Ну это считает, если он в Златоуста. Это уже великое дело. Это тоже проповедует. Вообще никак. Тем более вплетает и само богослужение. Люди принимают это как само богослужение. А богослужение, ты должен сложить руки, стоять и не двигаться. Ну как? Благоговедно. Купить свечку, поставить. Проповедить это один из элементов службы. Ее надо выделить совершенно отдельно. Это не служба. А это есть как раз самое настоящее служение слову. Слышать. И что как приучено? Небескатель падает. Все. Проповедь это можно заснуть в это время. А на службе тут нельзя. Надо стоять. Тут тебя видят. У нас все перевернутое в сознание. А отсюда вывод нас Христос не достиг. Потому что если нет проповеди, нет и Христа. Он проповедует. А как это узнал? Да подражайте мне, как я Христу, Павел говорит. Подражайте тем, которые глядя на нас идут. А чем занимался Христос? Написано. Для того и пришел проповедовать. А Павел, для меня жизнь Христос, смерть приобретение. Я благовестовал день и ночь. Во время, не во время. И он всех призывает. Всех до одного. И этого нигде нет. Вообще ни в одном храме я не слышал. Да и этого и нет. Ни в журналах, ни в газетах статковных. Исайя 61.1.3. Это место потом будет приведено Евангелистом Лукой. Четвертая глава 18.21. Я еще раз стал прям по буквам смотреть. В чем же дело? Пророк сказал так, а они приводят, не цитируют. Мы должны цитировать до буковки, до запятой. А они переноют свободно. Дух Господа Бога на мне. На мне с большой буквы, то есть о Христе. Ибо Господь помазал меня. Помазал, значит, дал силу. Что? Благовестку от нищего. Да вся миссия Христа в благовестии, а ее не принесли к нам в Россию. Нам принесли угли, ладом, сундуки, книги старинные. Никон бьются, как пальцы прижимать, какие иконы рисовать. Он нашел более современные иконы такие, а старые иконы стал ломать. Все поняли, Никон это антихрист. Да вышел поклонение, поклон сделал и сказал, а мы Бога-то ведь не знаем. Тирания одна. Проповедовать. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Как их сокрушенных сердцем? Ну, кардиология здесь не поможет. Как? А чего тебе тяжело? Да у меня тяжело дома, там, до развода. То есть много в разы не говорят. А как выйти за эту положение? Да проповеди Христа, прими. Он послал меня. Помазал меня. И теперь проповедовать пленам освобождение. А какое же освобождение? Никто их отпустит. Да вы свободные во Христе. Какие бы ни были гонители, мы считаем, они ведь тоже умерли в первом-четвертом веке. Мы не знаем, как умерли мучители Антимы Николинского, Кременского Креста. Но они тоже умерли. И мы как-то умрем. Но как? Если бы за Христа там велеть, благочестно пожив, мучением совершив, вы поете, какие кардаки нашим святителям. И сокрушили ядерскую прелесть. Проповедовать пленам освобождение. Те, которые не знают Христа, отомятся в грехах. Которые не ведают, как выйти из этой беды. Нет Христа. Где Христос, там радость, сияние. И узником открытия темницы. Да ни один заключенный не поверит. Скажет, ну нам, я ходил, проповедовал. Почему не открыли? Внутри тебя это все открой. Со Христову впервые свобода. А без Христа и на свободе тюрьма. Вот смысл-то какой. Опять через проповедь. Проповедовать лето Господне благоприятное. Да к зимой проповедники пришли в Сибирь. Лето Господне. Все расцветает. Душе сады цветут. Один раз. Цветы это. Поются как? Один раз. Так что? Отцвели наши сады. Мы не знаем, для кого это все было. И все ностальгирует. Вот как был, да пришел, да старое место, где жили. Это тоже Бог заложил шебру. Мы то сковали о почизе небесной. У тебя была небесная, был жерих. Жених это Христос. У тебя была там первая встреча? У меня постоянно это ностальгия. Я глаза закрою, я не могу попасть в Латвию. А я те годы ездил, ездил для того, чтобы там, в уголке, склониться. И я в первый раз склонился и покаялся, и Евангелие дали. Я каждый раз, это у меня паломничество было. Им принести истину. Кто мне что давал, Библию доставал, приносил. Все, теперь не поедешь. Духовное рождение, где твое было? Для тебя здесь Родина. И день мщения Бога нашего утешит всех светующих через Евангелие. Возвестит светующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение. Люди, не знающие Бога, они перегорели. Они их пепли. Вместо плаща свет ранней радости во Христе. Вместо унылого духа славная одежда. Это все проповедник должен сказать. Тебе Бог даст все во Христа крестившиеся, во Христа облеглись. И назовут их сильным, сильными правдой, наслаждением Господа во славу его. И сегодня считали, как я положил партнер основания. Да кто положил это основание? Как он положил его? Кадину. Проповедем. Он рассказал им о Христе. И на этом основании строят. Как строят, если Христа-то не знают, не приняли. Ходят в храм, спрашиваешь о Христе, ничего не знают. Вот Божий сон, Матери Божий сон, это еще расскажут где-то. Там Николай что-то творит, золото бросил, а то услышали. А Христе практически ничего не знают. Наслаждением Господа во славу его. И вот как пишет Лука. Дух Господень на мне, Он помазал мне облаговествовать нищим. Люди, которые не знают Бога, это нищие. Вся нищета российская. В России вообще бедно жили. Хотя, не всегда. Но нищета духовная. И послал меня исцелять сокрушенным сверстом проповедовать пленным освобождением. Слепым прозрение. А Исаи этого не говорит, он цитирует, а у него там нет. То есть ослепли. 700 лет до Христа и совершенно ослепли. Да это слепая Русь. Слепым прозрение. Он цитирует это место Исаи, а Исаи этого нет. Я нашел, какая разница. Отпустите измученных на свободу. Измученных. Там, говорит, пленным. Мы в плену-то, оказывается, измучены. Спрашивается, а для чего? Почему Христос-то переменил слова Исаии? Он там автор был и здесь. То есть он их усилил. Эти слова там Бог привел Исаии за 700 лет. И здесь это же место цитирует, но по-другому. Я все дома один и прошу Господи. Ну а почему ты сам слово свое не теми словами передал? Первое слово правильно, а дальше не так. А вот почему. Бог сказал, что еще 120 лет и будет потоп. А потоп начался через 100 лет. Почему? Он говорит, не каюсь, я их Бог отнял. Советский плен был не 70 лет в Аилонске, а 72. Почему? Нет покаяния, Бог добавил еще два года. И только в 91-м году партия ушла. Смысл-то во всем этом заложен какой? Измученных на свободу и дальше проповедать. Лето Господне благоприятное. Да когда же-то нам лето-то Господне проповедовать будут? Чтобы оно было благоприятное. А чем оно лето благоприятное? Вопрос на вопрос. Зелень покажется, святы расцветут, горлинка заворкует. Вспомните песню песней. Жених пришел, душа ликует. У русских не было этой радости. Радости какие? Да посчитай Шмелева. Лето Господне. Какие бублики, какие крендели, какие маховые пирожки. Он все описал. И особенно преображение. И там его как наставляли. Ни слова нет о любви к Богу. Ни одного места Писания не мог привести. А это лучший описатель Царской России. Иоанн 17,8. Ибо слова, которые ты дал мне, Христос говорит, я передал им. Но если передал, покажите, где оно? Тут задавать вопрос даже не надо. Но он передал. А где оно? Слово. Да его спрятали, за ним гонялись. Я считаю, когда псалтырь, он не канонизирован. Герасим Петрович Павский. А я хочу просто представить, как он сидел, какие у него знания были. Как он еврейский язык знал. Ведь еврейский язык, буквы-то не наши. Они не похожи. Они какие-то рубленые домики стоят. Ну, какой звук-то издать? По-латынски я хоть неправильно на что-то мычать был. А тут даже не знаешь, какой звук издать. Что оно означает? Как вот возьми герасимский. А он перевел. И какой красочный язык. А Евангелие от Матфея. Это он все перевел. И он не канонизирован. Нам слова-то его не передали. И они приняли. И когда приняли, уразумели истину. Что я ишел от тебя. И уверен, что ты послал меня. Отсюда вывод. Что если не приняли, не передали, то и не уверен в истину. Что тут толковать-то тут? Я ничего не добавляю. Я ни Ахни Пелак, ни Златоуст. Прямо из этих слов. Лука 2,49. Он сказал, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? 12-летие вы искали. Вы сейчас ребенка найдете, он тоже может просить. Ты его искал, а он тебе не скажет. А что ты мне искал? Ты его в храме не найдешь. Вот передают ребятишки, выскочили из детдома. А там незакрытая теплотрасса. Вот там мудры. Сегодня фотография пришла. Ребенок на дне уже в коллекторе нашли. Купался, там затянуло в трубу. Ребенка на третьей диетке нашли. По кнопке в аквапарке. А Христа нашли в храме. А зачем меня искали? Разве вы не знаете? Я для этого и пришел. Он пришел и поразил всех учителей. Какие он вопросы им задавал неизвестному. Но они приходили в удивление, смущение. Видимо, он им задавал вопрос. Скажите, вот Егенка заколол. А какая связь между Егенком и человеком? Егена, чем он виноват? Он же такой хороший был. Блин, почему ты его заколол? Или бычка. Исаж, блин, а какая польза? Там смраться и дышать. А написано Богу благоприятно. А почему оно приятное? Он их, я думаю, задавил вопросами 13-летней. Это Христос. Они не могли ответить. Ну, я смотрю, чем занимались в храме. И он, раз в храме был, я просто дохожу до этого. Умно, могли быть такие вопросы, что раз... Ну, он задавал-то вопросы-то не наши житейские там. Почем в городе продают? И как? Какой бензин? Какая цена? А мне эти же вопросы он задавал? Ясно, что он задал вопросы, которые открывают глаза. Что время исполнилось. Лето было приятное. И когда Господь говорил, это лето благоприятное, как они все удивились. И в написанном восхищенно смотрели на него. Благодать из уст всего. А когда он словами следующего показал, что вы хуже всех. Язычники перед вас идут. С Олег Кисидонской приняли Илью, а никому он больше не пошел. Вы только гордитесь евреям. Ни одной еврейки нет, у которой он достоин был бы переночевать. Они сразу схватили его убить. А эти вопросы надо ставить. А я? До меня достигло это слово. А мне это слово Божье стало благодатью и летом благоприятным, чтобы среди зимы святы расцвели. Если это со мной. Это все в слове мы находим. И Лука 2.49 говорит об этом. Лука 4.43-44. Но он сказал им. И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие. Ибо на то я послан. Точка. Опять то же самое. Другого евангелиста считают. Проповедовать и на это я послан. И слово я передал ученикам. Вам передал слово? А чего же молчите? Зарыли? Вот он зарытый талант. Какой зарытый талант? Благовестие. Слово. Что ты уверовал через слово. А где оно? Я к примеру ставил у нас сестра одна глухонемая Валя. И она сколько привела? Она руками свидетельствует больше, чем мы языком. Вот у нас сколько глухонемые есть. Они почти все через нее пришли. Ну кто-то ушел, отошел. Почему? А она Бога любит. Приходите, смотрите. Поревнуйте. А я с языком. Да мне язык не нужен. Поэтому я не имел неверие. Связала его. Матфея 4, 23. И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их, и проповедая Евангелие. Опять то же самое. Следуй за мной, говорит Господь. А если следовать за Ним, то куда идти? Я не могу в Каперном пойти. Следовать за Ним, за Его делами. Чем Он делал? А Он ходил по всей Галилеи. Ходи по всему району. Ходи по всей Сибири. Ходи по всей России. И учи в синагогах. В синагогах Христа-то оригинальных. Апостолов-то били там синагог. А в синагоге это вот эти все храмы. Сектанты могут принять. С ними можно будет беседовать. Я покажу снимки. Я привез. Стоит священник. А на другом снимке мы были у сектантов в 50-х. Даже вот я сейчас рассматриваю лица. И они разные. Один имеет благодать священства. Относит там хередит. Но у него лицо просвещенное. А оно чистое. А этот стоит, он смотрит совсем по-другому. Взгляд другой совсем. Потому что Слова Божия нет. Даже закрою, не покажу ризы. И по глазам видать. Просвещает Слово. Ты хочешь мудро выглядеть. Хочешь, чтобы внуки глядывали с фотографии и смотрели на твое чистое лицо, на взгляд, просвещенное Слово Божие. Читай Слово Божие. Как я посчитал он его писателем. Он говорит. И он настолько был радостный. И глаза у него были как натертые снегом. Чистота. Итак, Господь говорит, я до того послал. И он говорит, я посылаю вас, как ковец среди волков. Не примут эти волки. А кто такие волки? Из вас сове хвоста будут лютые волки. Попы. Архилеи. И я посылаю. Пойдите к ним. Я думаю, что время изменится внезапно и очень быстро. Видите, как конфликты. Уже под Богом загорается война. Масоны столкнулись сейчас православных с православными. Россия. Где-то они ничего не знают. Которые эти мусульмане оказались в стороне. А для чего все делалось, что на славянском языке, ну это нас объединяет. Один язык. Болгар нисколько это не объединяет, а разъединяет. Каждому народу надо проповедать на родном языке. А чтобы они не воевали, нужно сказать, Иисус мирный. Предоставив руки Божии. Он сам рассмотрит. Бьются-то за землю. Бьются за то, чтобы людей где-то больше было. Кто-то от нас отошел, а я бы догнал его. Да мы тебя любить-то не будем за это. Сегодня они уже никогда не сойдутся. Потому что там тысячи трупов лежат. Единственное, оружие нам дано, это любовь. И любовь по Христе. Я прощаю тебя ради Христа. Ты бьешь меня, а я молюсь за тебя. Мысленно воображать, и на ваших глазах будут убивать ребенка. Это в шитиях святых написано. А тебе требуется слово изменить. Сказать там, Иисус это не Христос. И девочка твоя останется живая. Нет, дитя Богу дал, сам позаботится. Иисус ест Христос, истины висей, перекрестись. Ты ее не спасешь. Надеи надругаются. А я жизнь продвью. Не продвишь, умрешь предателем Иуды. Проповедуй им перед смертью. И скажи, Иисус сказал любить вас. Вы не знаете, что делаете. Вы делаете страшные преступления. Отнимайте жизнь, которая вам не дана, нам не дана. Прости им, Господи. И вот это они понесут другим. Мойся на себе воображай. Это может быть. Сколько считаешь священник? Один в храме остался. Прихожане ушли. Пришли, тут двое работают. Рядом работали. Его убили. Убили, иконы собрали. Ну поймали, поэтому мы уже знаем. Сколько священников убили, сожгли. Успели ли они сказать о Боге? Идете ли с кем-то ночью? Только думай, какие слова я успею сказать, если он мне бросится? Какие слова? Не так, что у меня нож в руке, я умею быстро его выбрасывать, я ударю. Не ударишь. Потому что преимущество у того, кто нападает. А у меня преимущество, он еще не такое, а я ему скажу. Христос приветствует тебя. Вы вспомните отца Авсения в книгах, вот выдуманный герой, когда дрались, ножами резали. И когда он кинулся в середину и сказал, Христос запрещает вам. И они все сразу разошлись. Руки у всех опустились. Вы сегодня начинайте готовы подготавливаться. Нас для этого Бог послал. Для чего тебе Бог послал благовествовать, проповедовать? Чтобы я, проповедая другим, не оказался в стороне. Чтобы мы не оказались негодными. С нас будет спрос совсем другой. По высшей шкале с нас Бог спросит, сколько же мы слышим? Какие у нас надписи? Она слышна очень и очень далеко. Помолитесь о батюшке, чтобы ему Бог все это положил. Я сказать, а ты точно знаешь, что батюшка знает силу благовестия? Не знаю, с чем он поехал. Если другая какая-то цель, и он каждый день там находится, это на счет будет поставлено. Стоя одна должна быть поездка. Благовествовать, и тебя там ждут. И что я доставлю для благовестия? Я говорю, оправдаешься тем, так и чтобы мне денег привезешь. Помолите, чтобы мне Господь хоть что-то послал. Чтобы благовестие через книгу распространилось и дальше. Аминь.